Мы находимся в археологической лаборатории Музея археологии. И в гостях у профессора Константинова Михаила Васильевича. Если можно будет попросить Михаила Васильевича о завершении сезона 2021, археологического сезона. Ну, летом мы работали на Чакуне, в районе села Нижний Нарым, на поселении Студённые. Были очень интересные, довольно масштабные раскопки с участием студентов и школьников. Пришла осень, но получилось так, что и в сентябре и октябре с помощью наших друзей, краеведов, которые обнаружили очень интересное погребение. Справа представлены материалы совершенно иного родов. Железные вещи, очевидно. Но, опять же, есть в кости человека. Это находки из окрестностей села Иван-Озеро. Найдено это захоронение было Павлом Спартаковичем Кобелевым. И на место раскопок выезжал наш профессор Александр Васильевич Константинов. Вместе с такой группой активистов изучалось это захоронение. Оно располагалось на вершине горы, входящей в систему яблонного хребта, в нескольких километрах южнее Иван-Озеро. Каменная кладка, довольно впечатляющая такая, подправоугольная. И прямо внутри ее, но без заглубления, а прямо внутри этой кладки на поверхности были найдены кости человека. Вот здесь вот это взрослый человек. Это мужчина. Ну, только видите, здесь тоже, как бы, есть разные кости от скелета, но полного от скелета нет. И черепа тоже нет. Но все это свидетельствует о том, что человека похоронили в этой кладке, но не зарывали его в землю. А со временем все это было занесено листвой. Ну, вместе с тем растащено птицами, зверьми, которые, конечно, все это было потревожено, поэтому только останки скелета. А дальше, правее мы видим многочисленные вещи, в том числе наконечники стрел. Наконечники стрел. Вот наконечники стрел очень крупные. Наконечники стрел помельчен, но все они железные. Это стерженек входил в стрелу. Сами стрелы не сохранились, хотя, разумеется, сначала это были стрелы с наконечниками, но они не сохранились. Вот это боевая часть стрелы, видите, какая она мощная. Это говорит о том, что луки были очень сильными. Все это находилось когда-то в Колчане, потому что так просто россыпью их не укладывали. Здесь есть монеты. Это монеты, я бы знаю, тянули на них год, 1749 год. 1749 год. 1748 год. Это, здесь немножко стертая, но... Денга. Кажется, все-таки год виден. Денга, да. Денга, это полкопейки, она медная. Времен Елизаветы хороший датирующий материал. Но не исключается, что эти монеты были подброшены в погребение в порядке ритуальном. Может быть, на несколько поколений позже, потому что погребение это заметное, и места это охотничьи. Но в любом случае максимальное время захоронения там, скажем, в 16-17, 18-е века. Здесь есть стремена. Еще здесь есть остатки удил, пряжки. Такие гвоздики, которые, значит, для обуви и, очевидно, для снаряжения, ношедник полностью использовался. Здесь есть бронзовые пуговицы, особая литая пряжка. В общем, можно сказать, что благодаря усилиям ученых и краеведов выявлено очень богатое захоронение, скорее всего, тунгусского вождя, старейшему, или очень такого видного воина в середине 18-го века или немного древнее. Оно весьма такое особенное, поскольку ранее находились погребения в тех местах на берегу озера Ундугун, но там для умерших вырывались ямы до глубины полтора метра. А здесь, собственно говоря, яму вырыть невозможно, поскольку тут сразу идет цоколь, то есть скальная порода. Ну, вот, из глыб была сооружена обкладка, так что похоронили торжественно, поверхности почти, но отчего захоронение было, конечно, со временем потревожено. Ну, все это входило в традицию тунгусского народа. Тунгусы в настоящее время это ивенки, но это были те тунгусы, которые общались очень тесто с мунгалами, которые в тех же местах жили. И поэтому у них уже были лошади, которые широко использовались на охоте и во всех хозяйственных и военных делах. Это так называемые конные тунгусы. Конные тунгусы, по-археологически, все это относится по культуре, которая по месту первой находки на озере Ундугун называется ундугунской культурой. Вот чудесное открытие могу вам сказать, что я в данном случае это все изучаю в лаборатории вместе с коллегами. В буквальном смысле, как это было обнаружено и кто исследовал в полевых условиях, я вам рассказал. Все это буквально сейчас находится вот так на столе. Все это только изучается. Кроме того, мы к этому подключаем наших студентов, тех, которые участвовали в раскопках и будут участвовать, поскольку это новейший археологический материал, чрезвычайно интересный. Как вы видите дальнейшую судьбу этой коллекции? Или хотели бы видеть? Ну, могу вам сказать, что антропологическая часть скорее всего уедет в Москву, поскольку это требуется изучение археологам, антропологам. У нас таких специалистов здесь нет. Вообще положено все коллекции передавать в музей, государственный музей. Поэтому в итоге они окажутся археологической частью в Забайкальском Кровевом Кровевицком музее. Но это все произойдет со временем только, поскольку требуется еще изучение. Ну, вот буквально завтра мы будем передавать часть коллекции по договоренности в Забайкальский Кровевицкий музей, но это те, которые вещи коллекции были сформированы раньше. А музеи археологии заинтересованы эту коллекцию себе оставить? Ну, мы заинтересованы, но есть государственный порядок, который мы должны придерживаться. И поэтому вот общая ситуация такая, возможно, некоторые особенные договоренности, но это все будет дать.